Продолжение следует... Десять лет они были проще. Сейчас они фантастически красиво, монументально смотрятся. Кому надо, звоните. Вот телефон. А это рябина. Уже листья багровые. А это деревня полдневая и наш УАЗик. Мы движемся на озеро Иткуль. Мы проехали полдневую. Затем проехали Филипповку. Где когда-то стояли ракеты ПВО. Которые стреляли по Пауэрсу. И вот мы уже на границе с Челябинской областью. Озеро Иткуль уже недалеко. Мы приехали на Иткуль. И опасения наши, увы, оправдались. Ветер и довольно приличная волна. Для нашего утлого суденушка. Это уже ощутимая волна. Проехать, конечно, можно. Но стоять 2-3-4 часа и рыбачить на волне. Весь мозжечок расшатает. О, дует. К обеду обещают еще добавиться. Метр-два в секунду. Ну и в подтверждение. Ни одной лодки не вижу на воде. Никто на всякий случай не хочет рисковать. Спасибо Яндексу. Прогноз был точный. Прогноз был правильный. Попробуем сейчас заехать на озеро СССР. Если там спокойно, оно в глубине леса и не такое большое. Может быть, там порыбачим. Или поедем на наше Глубоченское озеро. На Глубоченский пруд. Сейчас пьем чай и газуем в обратном направлении. Здесь недалеко. Он вышел рыбу половить. Или отдохнуть от собаки. От приставаний. Молодец. Молодец. Хороший. Молодец. 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 Такой у него облежал. Облежал меня? Что, что-то хорошая у тебя? Пусть я у тебя шоу. Вот оно, Сесердское озеро. С плавающими островами, да? Тоже волна, тоже ветер. Так-то, конечно, можно и выйти, и лодки есть на воде. Но мы что-то не знаем, наверное, поедем дальше. Или ближе. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Кошак. Место прекрасное. Сосны огромные, высокие стоят. Турбаза здесь тихая, скрытая в лесах, вдали от всех населенных пунктов. Турбаза. И довольно большое озеро Сесердское. Есть три-четыре лодки на воде. Мужики кого-то ловят. На обратном пути из Сесердского озера подъехали к ферме коленей, бархатные рога. Ну, а здесь вот натуральные дикие свиньи. Кабаны. Размеров огромных. Сразу подошли к завору, приблизились к нам. Все хотят угощений. Вон у них маленький ходит. Ой, какое страшное рыло. Я не знаю. Размер, конечно, гигантский. Я бы таких животных злить не хотел. Сегодня мы сюда заезжать не будем. И осматривать оленей, медведей, кабанов. Сегодня решено поехать на третье озеро, на Глубочинский пруд. Может, там нам сегодня повезет, подфартит. Да и пора уже двигаться ближе к камбузу. Приготавливать пищу, обедать, а потом посмотрим насчет рыбалки. Друзья, это уже Глубочинский пруд. Тут ветер еще сильнее. И волны не столь велики только потому, что небольшой пруд. Негде разгуляться в волне. Но дует не слабо. Ну, а пока мы катались, занимались поиском тихого места, время незаметно подкралось к обеду. Сейчас будем готовить горячее блюдо, резать овощи и уплетать салаты. Мы уже запарковались. В целом погода неплохая. Створки задние откроем и спрячемся от ветра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...